Приветствую, продолжаем инвестировать в акции на российском фондовом рынке. Меня зовут Артём Первушин, вы на канале по инвестициям. Это рубрика, где я с нуля составлял свой инвестиционный портфель, и он только за сегодня прирост на 4000 рублей. За всё время прирост составляет уже 54 тысяч, достаточно существенно это, при том, что в прошлом выпуске я показывал прирост на 30 тысяч рублей и несколько раз повторял о том, что портфель-то дивидендный, и перед ним не стоит задачи по росту капитала. У меня именно что стоит задача по дивидендной доходности и покрытию дивидендами моих расходов. Я в прошлый раз покупал акции и допустил серьёзную ошибку. У меня в таблице было ошибочно указано, вот здесь неправильно стоял цвет у формулы, я купил акции, не которых не хватало по моему портфелю, по изначальному распределению. Я купил те акции, которые были в избытке, и теперь у меня перекос в портфеле именно на те компании, у которых дивидендная доходность относительно небольшая. Будем исправлять это и покупать компании, которые вот сверху списка, вот это красное, это означает, что их у меня в портфеле как раз и не хватает. Например, Сбербанк у меня привыгрована акция в портфеле целевого значения 6,5%, а они у меня в портфеле меньше, чем на 3%. Окей, давайте начнём с того, что купим Сбербанк, и я напомню, что в рамках данной рубрики на своём канале я покупаю акции с нулевого счёта. У меня в первом выпуске портфель был нулевой, я по чуть-чуть его пополняю. Около 50 тысяч рублей в месяц плюс-минус я выделяю на эту рубрику. Ну, соответственно, раза 4 я в месяц делаю такие выпуски. По этой причине примерно 50 тысяч рублей я разделяю на 4 части и по чуть-чуть акции покупаю. Портфель уже составляет 340 тысяч рублей, это при том, что я его в сентябре ещё не пополнил. Вернее, я пополнение это сделало, но до БКС ещё не дошло. Я вот буквально 5 минут назад отправил через систему быстрых платежей перевод, который должен был пройти, но, видимо, он чуть-чуть задерживается. Тем не менее, мне нужно купить сейчас акции Сбербанка примерно на 17 тысяч рублей, чего в портфеле у меня хватает. Итак, с прошлого раза у меня оставалось 19 тысяч, а вот должно было быть на текущий момент 69 тысяч рублей. Да, видите, есть разница в цифре портфеля. 340 тысяч рублей у меня сейчас на счету, должно было быть 386, с учётом того, что деньги должны были дойти, но не пришли. Тем не менее, окей, 19 тысяч сейчас на счету. И мы пойдём покупать акции Сбербанка. Поехали. Их я сегодня куплю и на этом ограничу свои покупки. Немного тормозит у меня БКС в связи с тем, что я сейчас с VPN зашёл. Но я проверял, он мне должен дать совершить эту транзакцию. Я напомню, что я все инвестиции совершаю через брокера БКС, и ссылка на регистрацию этого брокера, моя реферальная, будет под видеороликом. Вы можете завести себе счёт в БКС за 5 минут онлайн, просто по ссылке внизу. Это абсолютно бесплатно, и есть ряд преимуществ. Во-первых, БКС это бесплатный брокер. У вас будет тариф инвестора, за который вы 0 рублей в месяц будете платить. Абсолютно без брокерской комиссии за обслуживание. Кроме того, что самое главное, это топ-1 брокер в России по сумме активов клиентов. И для начинающих инвесторов, кроме того, что тариф бесплатный, ещё и они не берут никакой комиссии за покупку. То есть я сейчас, допустим, Сбербанку буду покупать. Мне абсолютно это ничего стоить не будет. Я куплю бесплатно абсолютно акции Сбербанка. Обращаю внимание, что с продажи вы всё-таки комиссию платить будете. И если у вас оборот будет больше, чем 250 тысяч рублей в месяц, то есть при продаже больше, чем на 250 тысяч рублей в месяц, вам будет выгоднее за 300 рублей перейти на тариф трейдер. А так, пока продавать не собираетесь, пока вы пассивный инвестор, как это, например, демонстрирую я в своих выпусках, можно без проблем на бесплатном тарифе сидеть. Кроме того, за вами будет закреплён персональный брокер, персональный менеджер. Его зовут Сергей, за всеми моими подписчиками, рефералами закреплён он. Он вам позвонит, познакомится. Кроме того, его контакты будут у вас в личном кабинете. Абсолютно бесплатно может вас проконсультировать по инвестициям. Ничего, за консультацию платить вам не нужно будет. Но, по всей видимости, VPN мне всё-таки придётся отключить, для того, чтобы совершить покупку. Итак, акции Сбербанка привилегированы. Покупаю я просто их по рынку, по рыночной заявке. Один лот стоит 2600 рублей. Соответственно, где-то 6-7 лотов я могу сейчас приобрести. Давайте 7 лотов я возьму. Деньги на счёт не пришли, но пока ещё прошлого хватает. Я не на всю сумму в прошлый раз закупился. Осталось 19 тысяч. Я на эту сумму, собственно, покупку и совершу. Обращаю ваше внимание, что я сейчас не стал покупать акции по чуть-чуть. Вот эти вот 17 тысяч разбивать на несколько частей. Чуть Сбербанка, чуть Роснефть покупать. Я просто сейчас взял Сбербанка на 17 тысяч, потому что в портфеле не хватало. В следующем выпуске возьму Роснефть. Так, по порядку. Пока у меня портфель не придёт к первоначальному виду. Кроме прочего, сейчас посмотрим, что с портфелем, что там растёт, что падает, на какой процент. Но перед тем, я ещё поясню, что я не распределяю, вот как у меня целевое значение по портфелю. Я не распределяю все свои новые пополнения по этим процентам. Я сразу же делаю такую, ну типа, мини-ребалансировку, докупая те активы, которые просели. То есть очевидно, что если у меня все компании в портфеле будут соответствовать моему целевому распределению, какая-то компания из них упадёт, какая-то вырастет в цене. Очевидно, что та компания, что выросла в цене, она будет составлять уже большую долю портфеля, чем изначально было запланировано. Та, что компания, что упала, она будет составлять меньшую долю в портфеле. И получается так, что я каждый раз буду покупать компании, которые составляют меньшую долю в портфеле, чем изначально запланировано. То есть покупаю компании из списка, которые просядут в цене. Окей, идём дальше. заходим в мой портфель давайте посмотрим что ну давайте сначала за сегодня что хорошо выросло а что наоборот просела весь фондовый рынок российские не слабо подрастает связи с этим вот как раз таки у меня портфель растет но от черкизова я слишком большую долю в портфеле выделил на эту компанию по ошибке как раз таки в прошлом выпуске но видим что повезло от черкизова подрастает и я должен был быть конечно меньше его в портфеле руси теле на нерго тоже видно что сильно подрастают а их у меня также портфель должен было быть меньше я прошлом выпуске совершил ошибку и купил слишком много вот акции черкизова или на нерго они в свою очередь подрастают и приростному портфелю дают окей давайте посмотрим теперь что там за все время хорошо приросло и принесло мне больше всего прибыли на 21 процент от нефть выросла 28 процентов мать и дитя если что-то больше чем 28 на 28 тот же черкизова подрос на 37 процентов линэнерго вырос и аж 12000 рублей меня принес в абсолютном выражении 12000 полин энергет как раз таки максимум из моего портфеля 5500 мать и дитя приросло 8000 на черкизова и видно что остальные компании выросли не так сильно принесли не столько не столько прибыли но вот какой-нибудь сбербанк например вырос всего лишь на три процента и я его сейчас в портфель докупил замечательно то есть я купил компания которые не сильно выросла то есть я особо не недорого взял сейчас данные по сегодняшней покупке занесу в таблицу и посмотрим на статистику и так что интересного можно сказать по портфелю во первых обращаю внимание на сумму инвестиции например прошлый раз я вложил аж 36 тысяч рублей за один выпуск сейчас я вложил всего лишь сколько вы видели 18 до 1000 то есть по сути в два раза меньше я инвестировал в этом выпуске чем в прошлом при этом дивидендная доходность ожидаемая выросла на сопоставимую сумму посмотрите напомню что основная задача этого портфеля вот в этой вот графе ожидаемых дивидендов в месяц то есть 1650 1800 был прирост в прошлый раз сейчас 1800 до 1900 948 рублей дивидендная доходность выросла это связано с тем что по акциям сбербанка ожидаемая дивидендная доходность выше чем по акциям компании которые покупал в прошлый раз и это замечательно замечательно в ближайшие несколько выпусков тоже буду покупать компании которые в основном дают высокую дивидендную доходность в связи с тем у меня неплохо подросла подросло ожидания покрытия моих расходов дивидендами с 0 38 процента до 0 41 я напомню для новых зрителей что инвестирую я в этот портфель не все свои свободные деньги это больше такая рубрика для поддержания активности на канале чтобы замотивировать инвестировать вас развиваться в понимании рынков финансовой грамотности и моя основная мой основной инвестиционный портфель недвижимость я в недвижимость в основном инвестирую соответственно расходы у меня высокие доходы тоже относительно высокие но свои сбережения которые у меня остаются за обычных расходах я сюда не вкладываю если бы это дело очевидно я бы быстрее бы дошел до своей цели ну либо если бы у меня не было бы если допустим я мог по 50 тысяч рублей в месяц только инвестировать у меня была бы цель жить на дивиденды я бы первое что сделал снизил свои расходы до минимума они меня там под полмиллиона рублей в месяц составляют деньги излишне инвестировал на фондовом рынке как только добился бы своей цели я бы уже позволял себе допустим немного больше то есть отсюда вот из вот этих вытекающих следует как раз таки то что я достаточно медленно движусь к своей цели но если вы начнете инвестировать у вас как раз таки не будет никаких скорее всего большинство из вас не будет никаких семимильных темпов в достижении цели финансовой независимости а поскольку покрытие дивидендами моих расходов и то есть финансовая независимость копеек и цель по которой многие инвесторы ставят перед собой начинаем инвестировать на фондовом рынке скорее всего у вас будет подобная цель если вы также как я начнете акции покупать у вас не будет у большинства из вас не будет никаких семимильных темпов продвижения к этой цели и примерно такие же показатели примера такие же проценты по покрытию расходов скорее всего ожидают и вас как начинающего инвестора если вы начнете откладывать 10 процентов от своего дохода инвестировать на фондовой бирже но я так скажу что если бы вот на моем месте сейчас если бы у меня было только 50 тысяч месяц и которая откладывать мог себе позволить и такая цель я бы первым делом еще раз урезал свои затраты то есть в моем случае есть что урезать и если у вас перед вами стоит подобная цель вы много тратите почти ничего не откладываете попробуйте для начала поработать своими финансами своими расходами максимально все урезать что возможно и накопить какую-то первоначальную сумму не за подушку безопасности там стартовый капитал может быть про инвестировать эти деньги на фондовой бирже и по достижении цели уже увеличивайте свои расходы если у вас и стоит подобная цель прошлый раз я отвечал на вопросы из комментариев в конце выпуска заметил что мало кто досматривал до конца поскольку ролик получился аж на полчаса в этот раз отвечать на комментарии не буду посмотрю на то сколько людей смотрится до текущего момента но тем не менее вопросы комментарии в самом писать можете я вернусь к ним следующем выпуске подписывайтесь на канал не забывайте что другие соцсети у меня тоже присутствуют и ссылки на них есть в описании вот например на телеграм можете подписаться отсканировать данный qr-код прямо сейчас с экрана там контента я даю больше телеграм и инстаграм ссылки внизу и не забывайте что бкс то лучший брокер в россии я рекомендую пользоваться пока есть возможность инвестировать без комиссии открывается брокерский счет в два клика по ссылке внизу онлайн просто паспортные данные свои отправить им и без проблем вам счет откроет удачи а а а а а